Здравствуйте, дорогие зрители! Это обзор на набор Скуби-Дум, Музей, Мумия, чего-то там и так далее. Стандартное длинное сложное название с Алиэкспресса. Это был мой первый заказ на Алиэкспресс. Доходил он два месяца. И вот, наконец-то он уже дошёл. Прислали вот такой вот жёлтый пакетик. Внутри такая вот жирная, здоровая инструкция. Именно этот набор я купил, потому что он был на самой вершине списка. Мне очень... мне вполне понравилась эта вот Мумия, которая на нём была изображена. И его цена для моего первого заказа была самой удобной. Потому что я ещё как бы не знал, стоит ли доверять этому сайту или не стоит. Вообще, это мой первый заказ чего-либо через интернет. Два пакетика его. Вроде больше ничего. А, жалко. Вот эта вот упаковка с пупырышками не достаётся. Это очень плохо. Нельзя будет полопать их, когда настроение будет плохим. Открываем первый пакет. Внутри какие... Внутри мелкие детали и мини-фигурки. И вот тут это что такое? Что это? Да, дальше откуда выпало. Ещё застряло между пинов. Верень такая. Что, из пакета что ли выпало? Не знаю, как. В общем, подозрение, что это выпало из вот этого пакета. И внутри две таких вот отдельных упаковки с цепями. И даже написано, как они собираются. Очень хорошая вещь. Интересно, они себе за это причислили ещё количество деталей или нет. Такие вот цепи на отдельном пластике. Это очень... Мне кажется, очень здорово. Можно так вот сидеть, собирать эту цепь. И в плане того, если ты хочешь потравить своё время, очень даже полезно. Бог с этой цепью. Потом соберу. Внутри ещё есть мини-фигурки. Так. Сейчас я соберу и всё покажу. Ну вот, всё. Я собрал. И что мы видим? Так, для начала рассмотрим вот эту конструкцию. Кстати, в наборе дали запасные детали. Цепь и две вот таких вот детальки. Это очень хорошо. Потому что многие китайцы, которых я покупал в магазинах, запасных деталей не дают. И там, что бы у тебя ни случилось, там деталь под кроватью бежала, друг украл, собака съела. То без деталей набор не соберёшь. Особенно, если он у тебя первый. С одной стороны, это и правильно. Это твои проблемы. С другой стороны, это ж... В конце концов, человеческая щедрость какая-нибудь. Ну, тут есть запасные детали. Это хорошо. И рассмотрим вот такой вот набор вроде бы красивый. Краски хорошие. В заключении вот эта, она какая-то немного, по-моему, темноватая. Золото. Похоже на золото. Жалко, камера не передаёт, но... А, нет, вот передала. Даже блёстков добавили. На некоторых деталях есть переливы. И найдём одно отличие. Набор выглядит вот так. А тут он выглядит вот так. В чём отличие? Верно. Нету этих штук. Почему их нету? Потому что они сюда не вставляются никаким образом. Вообще. Вот, я их вставил. Перевернул. Они выпали. Они сюда не прикрепляются вообще никаким образом. Вставлять их туда невозможно. Только если он у вас, не знаю, значит, просто в выставке какой-нибудь стоять будет. Просто тупо и всё вот так вот. Будет стоять у вас где-нибудь на какой-нибудь полочке и вы им будете любоваться. Видите, я не в шевелюсь, они, видите, трясутся даже. И так, особенности этого набора. Вот эта вот ступенька продвигается внутри. И вот три рубин, сапфир и изумруд. Что могу сказать по камням. Рубин. Как всегда, хорош. С пузырьком воздуха внутри. Сапфир. Сапфир мутный. Тоже с пузырьком воздуха внутри, чтобы пластик экономить. И изумруд. Точно такой же мутный, но уже более блестящий. А этот прям... Совсем. Даже, видите, какие-то царапины с этой стороны, что ли. Вторая функция этого набора. Если потянуть, за вот такой вот бутерброд на цепочке. Кстати, очень интересная деталь. Такая круглая. В ней в центре дырочка. Не видел раньше такой. Не знаю, кто какой-нибудь голодный за него потянет. И вот так вот поднимается этот саркофаг. И там внутри стоит мумия. Это очень хорошо прикрепляется. Он даже вместе с этими открепляется. Я не знаю, сплагиатили ли эти китайцы кого-нибудь, или это ихнее собственных рук дело. из своей головы взято. Лично я у Lego этого набора никогда не видел. И, значит, думаю, у меня есть такой вывод, что китайцы его придумали сами. Точно не знаю. А если китайцы что-то придумывают сами, я это очень сильно одобряю. Еще один минус в этом наборе наклейки. Да, я не люблю наклейки. Но как-то для китайцев эти наклейки приемлемы. Китайцы еще могут класть эти наклейки, хотя это нежелательно. Но, к сожалению, наклейки кладет даже Lego. Что для Lego я считаю как минимум просто неприемлемым. Не знаю, может, кому и нравятся наклейки. Не буду тогда сильно об этом спорить. Так, и перейдем к обзору мини-фигурок. Первая мини-фигурка Мумия. Очень классные принты. Такие яркие. Не скажу, что детализированы, потому что видите, даже прорисовано, где бинты пережимаются другими битами. И даже нарисованы пятна грязи. Про эту грязь я не знаю, что сказать, потому что, как бы, видите, тут тоже есть маленькие точечки грязи. Не знаю, это так нарисовали или где-то там во время упаковки или чего-либо испачкалось. На ногах принты немного, видите, потертые, немного съехали. Вот тут на ногах, видите, тут какая-то палочка идет, что ли. Пластик немного выступает. Все детали держатся хорошо. сзади принты тоже есть. Прикольно, даже второе лицо, я его раньше не видел. Мужик с усами и оранжевым лицом. Прикольно. Второе лицо такое зеленое, с открытым ртом и высунутым языком. Качество мне нравится, качество прям как у Lego. Единственное, что мне немного не нравится, это вот этот капюшон немного не похож на золото, да еще тут кружок какой-то. А так все замечательно. Вторая мини-фигурка. Вот такой вот мужик. Не знаю, прогулялся по музею или что-либо делал. У него в руках такая вот карта, на которой часть она притована, а не наклейкой. Вот так вот. А не наклейкой блин. Вот такая вот карта, на ней заброшена такая вот мумия, глаз какого-то фараона, не помню, что значит этот символ, и приклеена бумажка, на ней нарисован рубин, и вопросительный знак красной ручкой. на два куска изоленты. Кстати, хочу сказать детализированный хороший. Вот собственно сама мини-фигурка. Простейший принт, футболка, две складки сзади, две складки спереди, воротник, внизу грудь, странно, что не лохматый, обычно лохматый рисует. И что-то вроде попытки нарисовать рукава, которые из зеленого переходят резко в бежевый. А нет, это не рукава, это просто тут рукав, а тут у него уже рука начинается. Ну, получилось мне довольно-таки странно, так что вот тут зеленый, а вот тут бежевый. Такое ощущение, как будто вот тут рукав уже закончился, оборванный такой, а вот тут рукав еще продолжается. Но тут вроде в порядке. Коричневые штаны, ноги ходят, хорошо все прикрепляется. Судя по лицу, мужик, наверное, немного бухой, гульнул с друзьями, пошел в музей второго лица у него. А нет, то второе лицо есть. Гульги тоже есть второе лицо. Вот он, видимо, чего-то боится, чего-то испугался, наверное, это мумия, потянулся за бутерброд, она оттуда вылезла. Так, что мы видим на лице? На лице мы видим синяки под глазами, вот эти две стороны кричневые черточки и что-то вроде бороды. Это не борода, это фигня какая-то. Это просто три волосинки какие-то с одной и с другой стороны. И, кстати, тут то же самое. Только еще складка на подбородке добавлена. И третья мини-фигурка это гигантская собака. Эту собаку очень тяжело поставить на клетки. Некоторые вот так она как-то ставится, долго я ее не мог поставить. И посмотрите на ее размер. Помню, одно видео в интернете видел, где там человек мыл собаку, которая была раза в два больше его самого. Не знаю, где это видео, сам не видел, я его смотрел то ли смотреть всем, то ли в плюс 100-500 по телевизору. огромная собака, ошейник, синий, на нем что-то нарисовано. Давай, фокусируйся. Да, на нем что-то нарисовано. Рисовано из SD. Есть собака HD, а это собака SD. или просто не в отношении есть SD-карта с информацией о ее владельце. На этом боку три пятна. Еще на этом боку тоже три пятна совершенно. Башка отсоединяется. Интересно, ее можно прикрепить на какой-нибудь другой такой же штырек. Сейчас посмотрим. Вот тут у меня есть оружие колы из прошлого набора. Первое, что попалось на глаза. Да, ее можно прикрепить на другой штырек. Такая будет копье незаконное живодера собачьей головой с другой стороны. Очень полезная функция изображать доисторических индейцев собака переросток в жертвоприношение. Ну собаки какие-то несвойственные собаки глаза обычно а тут они в кучу и тоже два синяка под глазами почему-то собаки брови какие-то собаки брови еще сверху такой пин на котором можно что-нибудь посадить вот такая собака с плавником брови 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 Ну вот и всё, обзор окончил Ссылка на набор в описании Ставьте лайки, оставляйте комментарии До новых встреч, пока! Пока!